В середине 50-х годов в СССР назрела необходимость современного технического оснащения работы лесозаготовителей, и в 1956 году вышел специальный правительственный указ о создании тяжелого тягача для сфер из лесозаготовок. Разработку этого тягача поручили молодому коллективу инженеров Онежского тракторного завода из города Петрозаводска, и уже 4 года спустя, в 1960 году, начались испытания созданного ими трактора тягача Т210. Это была совершенно новая для отечественного автомобилестроения техника, ничего подобного ранее даже не проектировалась. Т210 весил 22 тонны, у него стояла дизельная силовая установка 2D12GSM с 39 литрами объема. Трансмиссия была механической с тремя передачами назад и шестью вперед. Мощность движка в 300 л.с. с лихвой обеспечивала тягу и по бездорожью, и по дорогам с максимальной скоростью до 32 км в час. На месте заготовок большая скорость не требовалась, а для перевозки леса до стройплощадок ее было вполне достаточно. Т210 с прицепом мог транспортировать до 40 тонн леса, что также с лихвой закрывало производственные потребности. Испытания в реальных условиях показали, что Т210 способен двигаться с грузом при любых условиях по камням, через пни и бревна, даже по метровому плотному снежному покрову. И он мог разворачиваться, практически переламываясь под углом в 40 градусов, благодаря специальному шарнирному соединению между своими двумя полурамами. Фактически при собственной длине 8 метров у Т210 был 7-метровый радиус разворота, что делало его очень маневренным на местах лесозаготовок. Но несмотря на выдающиеся технические данные и отличные результаты испытаний, серийное производство Т210 так и не началось. По каким причинам был в итоге забракован проект, точно неизвестно. А вы как думаете, почему при всей необходимости такого трактора-тягача в Советском Союзе так и не был налажен выпуск Т210?